Это пример не мой, мне его доктор подарил. 13-й год установили имплантат фирмы Нобель, коронка постоянная. У меня вопрос на самом деле здесь к коронке, если честно, потому что по снимку отсутствует контактный пункт в области зуба 13, с этих пунктов 14-й, а 13-й, на мой взгляд, контактный пункт там отсутствует по снимку. В общем, пока картина неплохая рентгенологическая. Это 16-й год. У пациента катастрофически отвратительная индивидуальная гигиена. Это все в камне, в налете. Вот он просто пришел через 3 года, потому что у него заболело. Понятно, что там есть уже чему болеть, там уже образовался костный карман. Ему сказали, что имплантат надо удалять, что-то почистили и отправили. Ну, с тем же самым он ушел и пришел в 18-м году. Опять что-то с жалобы. Мы сняли коронку, ее переделали, почистили и отпустили. Наоборот, что именно вы почистили? Я ничего не чистила. Я вообще ничего не чистила. Я сразу сказала, что это не мой клинический случай. Мне доктор подарил. Я просто про индивидуальную гигиену хотела сказать. Пациент потерял 5 мм. С имплантата 11,5, то есть почти половину костного объема, в котором он был установлен, он утратил просто по причине. А что вы чистили? Скорее всего, что гигиенист или продонтолог в той клинике был. Карман вычистили, как обычно. То есть провели ревизию, да? Да, да, да. Ну, в таком случае, когда воспаление больше ничем там особенно не поможешь. Никаких других нету. Историй. Мы на самом деле поговорили уже с вами об этом, да? Патогенез, переимплантит, это всем абсолютно понятен. Развивается воспаление в мягких тканях, потом разрушается кость, резервируется, десна начинает флотировать. Ну, и у кого-то это приводит либо к удалению зуба, либо к какой-то серьезной реконструкции хирургической. Я предложила, даже грубо название, такое громкая классификация. Просто удобное для работы такое разграничение проблем с имплантатами, которые мы встречаем в постоянной ежедневной практике. Значит, все, что не прижилось, понятно, оно просто ушло и все. Мы ничего обсуждать, его уже нет. Есть какие-то системные заболевания, с которыми надо работать до установки имплантатов, да? Входить в компенсацию по основным заболеваниям. Мы где-то обсуждать не будем, потому что это как бы есть отдельные доктора, которые вообще читают эти системные заболевания и рассказывают про них. Противопоказания для установки имплантатов, пациенты приходят с информацией из интернета очень странной. У кого-то список очень большой, но на самом деле прием бифосфонатов на сегодняшний день является единственным и активным онкологическим процессом. Все, пока вот по данным ВОЗ нет больше ничего, чтобы являлось абсолютным противопоказанием. Есть относительные противопоказания, например, некомпенсированная форма сахарного диабета. У меня есть вот такой молодой человек, с которым мы 5 лет стараемся поставить хоть один имплантат, но мы пока не можем сахар убрать ниже 17. Да, поэтому, ну я же не в состоянии безумия оставить имплантаты, когда у него сахар 17. Это его не самый низкий сахар. Я вот его не беру. Мне кажется, что он такой, он не едок, он как раз таки вот этот стрессовый, у него диабет. И поэтому у него первого типа инсулинозависимый, а сейчас им начали менять препараты, потому что появились наши аналоги, а импортные, на которых они сидели раньше, ушли из России. В общем, у них полная вот эта проблема. Да, но с этим надо работать. Обычно я запрашиваю от, у таких пациентов, от эндокринологов, я запрашиваю заключение. Обязательно, вот тут, чтобы не было никаких потом подводных камней, с ними вот эта работа, чтобы, да, была искренняя, на доверии, но от доктора я бы всегда прошу бумажечку, потому что то, что мне пациент сказал, что мы ему все разрешили, это далеко. Что заключение вы считаете? В заключение мне доктор должен написать, какая сейчас стадия процесса у того или иного, там же не только сахарный диабет, мы же работаем с другими пациентами, которые ведут эндокринологи, у нас же много общих патологий с ними. То есть, что фраза у... Компенсация должна быть, она не против того, чтобы был проведен, там, курс имплантации или еще чего-то, костные пластики и так далее. Динамическое наблюдение показателей сахара, вы не смотрите? Динамическое смотрим, так они же все с дневником ходят. Хорошо. Обязательно. Не-не, те, кто такие тревожные у меня, они мне... У него был человек, о котором вы сказали, если он стрессоактивен, он может понимать цифры. У него они вот так вот скачут все время, 17-21. Понятно. То есть, нету прямой дорожки? Вообще нету прямой дорожки, нету снижения, у него нету положительной динамики, хотя мы очень с ним много лет знакомы. Я его продонтологически много лет лечу. Он ко мне вообще попал, ему было 18 лет, когда, ну, у него первично поставили, вот как раз ему было 18 лет, мы поставили сахарный диабет, он ко мне попал когда-то как к продонтологу на лечение, потому что у него, естественно, на фоне основного заболевания были серьезные достаточно проблемы. С этим мы справились, оккупировали в течение какого-то времени. Но вот много лет я его наблюдаю, и пока что... И у него такой же брат есть, младший. Вот прямо копия друг друга, они у него с одинаковой проблемой. Их наследственная песня, конечно, но почему с ним никто не может справиться, я не знаю. Вот, а эндокринолог мне прям пишет, я работаю с двумя-тремя такими конкретными врачами, у которых есть контакт, потому что эндокринолог это вообще такая темная специальность, на мой взгляд. Мне кажется, недалеко не все вообще понимают, что они делают. Но вот у нас, к сожалению, я работала много лет в поликлинике для творческих работников, у нас был доктор, она ушла на пенсию в 81 год. Она могла вот так взять анализ и сразу назначить лечение, и вообще ей ничего больше не надо было. Она настолько гениальная просто врач была, и она занималась очень серьезно, он стал порозами. Вот я с ней, конечно, с огромным удовольствием работала, тоже, к сожалению, вот ее уволили и заставили уйти на пенсию. Я считаю, что она могла работать еще в ясном сознании, в твердом уме, до последнего, сколько ее ноги носят на эту работу, потому что их работа не предполагает ничего. Частная практика, консультанты. Ну, это такие люди, они по-другому привыкли. Вот, значит, по общей причинам мы поговорили. Заглушечный переимплантит, очень известная история, когда мы устанавливаем имплантаты под заглушки, и пациент там через два месяца приходит у него свищный прямо над заглушкой. Я не трогаю ничего, потому что можно выкрутить сразу вместе с имплантатом. Это как раз пик, остеорезорция в области имплантата, где начинается пиковая история в кости, и можно просто, пытаясь почистить это, все удалить. Поэтому я назначаю какое-то там полоскание антисептика чисто для того, чтобы пациент успокоить. И объясняя, что такое бывает, там лоскут без надкосницы, естественно, уже, потому что в этом месте над металлической крышкой просто рассосалась надкосницей, и он дал вот этот раз грануляции, и дает также потом вот этот маленький свищик. Они отполаскивают, мы решаем этот вопрос уже с ними потом на раскрытии имплантатов. Ну, я ставлю в основном имплантаты с формирователями сразу, поэтому за редким исключением. Поэтому я эти истории вижу редко. Все имплантаты, которые уже получили ортопедическую нагрузку, проблема в их случаях могут быть атрофического характера, воспалительного. А также еще бывает, когда у нас атрофия сочетается с воспалением. Атрофические процессы могут быть с костной резорцией без нее, и воспаление также, оно может быть только в пределах мягких тканей, или уже с облегчением костной ткани, структурой резиса. А кто-нибудь, извините, доктора, у меня есть вопрос такой. Кто-нибудь работает имплантатами фирмы Астра? Да. А у вас длительные вообще наблюдения? Может быть, лет. А у вас много переимплантитов на них отсроченных, длительных? Нет. Может, мне как-то везет, мне вот постоянно попадаются переимплантиты с этими имплантатами, которые установлены 10-15 лет назад, и они вот мне все сливаются. За последние полтора года просто я каждый раз открываю, думаю, что у вас поставлено, они приносят эти наклейки там, или паспорта, или у кого что есть. И я просто смотрю, а потому хотела спросить, может быть, это меня как-то везет какой-то конкретный доктор. Может, они в другой регион переехали. Может быть. У многих очень же постковидные изменения произошли. Но я вообще бы хотела сказать, что ковид нас заставил именно имплантологическое лечение начать пересматривать подход к ресурсу и потенциалу пациентов, потому что он ударил очень сильно по костной системе, по сосудистой. Я вот теперь у всех спрашиваю, вы болели? Как вы перенесли? Как вы себя чувствовали? Какие у вас были последствия? У кого там, не знаю, ломались ногти, волосы выпадали? У кого-то... У меня очень много парагонологических пациентов, которые были 100 лет в ремиссии, они все появились в ковид с обострениями. То есть сосудистое было поражение, очевидное такое. Поэтому я думаю, что мы теперь работаем просто в новых реалиях абсолютно. Что вот этот вирус, он на всех оставил какую-то печать. Поскольку он искусственный, агрессивный был, то на всех пациентов, особенно кто тяжело перенес, они, конечно, все подвержены нестандартным послеоперационным вот этим течением. И это хочется учитывать теперь. Ну и у многих вот давно стоящие имплантаты, которые никак не беспокоили, вдруг они где-то костнообъем потеряли, или воспаление вдруг стало появляться. Тоже я смотрю, и мои пациенты стали приходить, особенно возрастные. Субтитры создавал DimaTorzok